Тверская область продолжает принимать вынужденных переселенцев с Украины. В основном это женщины, дети, люди старшего возраста. Многие приезжают, успев прихватить только документы. Прибывают граждане как организованными группами, так и своим ходом. По поручению правительства Тверской области им оказывается необходимая поддержка. В Тверской области, как и в большинстве других регионов России, идет активный сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Украины. Организованы специальные пункты. Один из них функционирует на базе Красного Креста. Здесь, на улице Крылова, дом 28. Сюда население может приносить свои пожертвования. И сюда же могут обратиться те, кому эта помощь предназначается. Там принимают одежду, предметы гигиены, нескоро портящиеся продукты, питание, детские принадлежности и ряд других предметов, из которых формируются специальные наборы. Видите, вот продуктовый набор, там чай, там консервы, видите, сгущенка, мука, печенье, крупы. Отдельно собираются наборы гигиены, куда входят полотенца, мыло, шампуни, детские наборы. Они также распределены по возрастным группам. Как рассказала Инесса Чунина, на начало апреля помощь получили около 200 человек. В дефиците сегодня детские памперсы первого размера и взрослые С и Л, и постельные принадлежности. Мы работаем в тесном контакте с Министерством социальной защиты населения. К ним приходят люди за выплатой. Они спрашивают их потребности, рассказывают, что есть у нас и направляют. Сюда, в Красный Крест, за помощью обратила Светлана Самуленко. Женщина бежала из Луганской области с одной сумочкой. Ничего, кроме документов и воспоминаний об ужасах войны, у нее не осталось. Здесь город, города нет, все разбито. Ничего нет. Трубы под подъездом к бомбам закатываются. Если у Светланы в Твери есть родственники, то где окажутся мать и сын из охваченного огнем Мариуполя, они узнали, уже оказавшись по эту сторону границы. Мы ночевали в поле. Страшно перенесли. Такие лишения испытывали. А вот приехали уже в Россию, да, тут уже другое отношение, тут уже цивилизовано все как-то. Переселенцев разместили в одной из тверских гостиниц. Планов на будущее у них пока нет. Вернуться на родину или нет, загадывать рано. Однако, сидя и сложа руки, они не намерены. Уже в ближайшее время начнут искать работу. А пока им необходима гуманитарная помощь. На просьбу о помощи откликаются как частные лица, так и предприниматели. Среди них фермер из Ромешковского района Ирина Вартаньян. Люди вообще-то страдают. Горе у людей. Они лишились всего. Поэтому мы решили помочь. Собрали вещи новые, которые мы покупали. В интернете набрали и узнали, где приехали, привезли. Переселенцы с юго-востока Украины прибывают в Тверскую область как своим ходом, так и организованными группами. Напомним, что 30 марта в Тверскую область поездом приехали более 300 жителей ДНР и ЛНР. Как рассказал в программе прямой эфир глава региона Игоря Руденя, самому младшему переселенцу девочки всего полтора месяца. Все, что необходимо, документы, продукты питания, одежда, медицинская помощь, мы все это оказываем. Они размещены на территории города. Часть в гостиницах, часть в пансионатах. Сейчас смотрим, как правильно сконфигурируют, логистику сконфигурируют. Но, вы знаете, все это только для нас, это нормальное человеческое отношение. В областной столице еще один пункт сбора гуманитарной помощи организован в Центре социальной защиты населения по адресу улицы Склесково, дом 48. Передать ее можно в кабинет номер 108. Дополнительная информация по телефону 78 21 63. Код города Твери 48 22. Также перечень рекомендаций при сборе гуманитарной помощи можно найти на сайте объясняем.рф.